Всем привет! Меня зовут Лёша Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Недавно появилась демо-версия игры XCOM Enemy Unknown, и я, естественно, решил её скачать и посмотреть, что это. Дело в том, ну вообще, в принципе, если вы смотрели моё видео про первую цивилизацию, то XCOM Terror from the Deep была моей второй игрой на компьютере после первой цивилизации. И, вы знаете, очень долго я в неё играл, потом ходил к своему другу в неё играть, потому что у меня тогда не было Sound Blast, звука не было, а у него был звук, и мы могли в XCOM, тогда она, кстати, UFA называлась, потому что для европейского рынка она называлась UFA, а для американского XCOM. Так вот, мы могли тогда со звуком поиграть, послушать, как стреляют бластеры инопланетные, как умирают, с какими криками умирают инопланетяне. В общем, потом была ещё куча продолжений, но все они с какой-то другой механикой. В общем, не было того драйва вот от той первой игры. Кстати, 93-го года, обратите внимание, почти 20 лет прошло. И вот сейчас Firaxis, та же контора, которая выпустила цивилизацию, выпускает XCOM. Причём утверждают, что это даже не продолжение игры, а просто тотальный ремейк прошлый, вот той 93-го года. Естественно, все любители пошаговых стратегий очень заинтересовались, ждали эту игру, и вот появляется демо-версия. Почему я делаю видео на демо-версию? Потому что демо-версия весит 5 гигабайт, с которых внимание 4 гигабайта — это видеоролики. Вот нафига, спрашивается, надо... А самого геймплея, собственно, минут на 10-15. Поэтому я для вас решил оставить просто столько интересных моментов, чтобы вам не надо было демо-версию качать, и показать их. Поехали. Значит, в первой миссии, как видите, нас обучают двигаться. Обратите внимание, раньше в XCOM нам давали очки движения, теперь нам дают просто возможность два раза передвинуть солдата. То есть, раньше там, например, у вас солдаты отличались по количеству очков действия, на которые вы могли потратить, там, на передвижение клеток, присесть и так далее. Вот у нас сейчас мы два раза можем передвинуть солдата на ту длину, которая, вот видите, обозначается такими контурными линиями. Причем нас учат, что надо прятаться за препятствия, чтобы, типа, нас не было нигде видно. Вы знаете, я сначала подумал, что немножко странноватая система, типа, ограничения. Но, поиграв вот в демо-версию, первую, вторую миссию, я понял, что таким образом нас заставляют очень четко взаимодействовать четырьмя бойцами. То есть, это превращается в некий такой стелс. А вот видите, если на дальние дистанции передвигаешь своего бойца, когда у тебя тратится сразу два очка действия, он такой вот перебежками это делает. И такой еще мультик, как бы, происходит, типа, взгляд из-за плеча у него. Вот это, я думаю, они зря сделали, потому что будет сначала интересно, но потом надоест. Но я надеюсь, что в настройках игры это все можно будет отключать. То есть, это будет прикольно первые несколько миссий, а потом просто вот это переключение будет надоедать. И в любом случае, лучшее место это тактический экран. Но я вам не перевожу тут, что происходит. Это, типа, обучающая миссия, какие-то вот напали прилетели инопланетяне, и наша миссия разобраться, что тут вообще происходит. Мне главное посмотреть управление и какая тут тактика будет, чтобы решить для себя, стоит ли брать полную игру или нет. Так вот, в той старой XCOM мы могли привозить на поле боя, там, по-моему, 10 или 12 солдат своих, у которых было куча очков в действии. И, собственно, толпой перлись воевать против инопланетян. И я помню, кстати, что я все равно всех их 10 не использовал. У меня действительно шли штуки 4 самых моих таких мощных чувака, и защищали территорию. И поэтому вот эта придумка авторов, что будет всего 4, видимо, я не знаю, может, там будут какие-нибудь продвижения еще, или увеличение вместимости наших кораблей, там, групп. Но вообще вот 4 человека вполне достаточно. Тем более, что у них тут есть специализации. То есть один с тяжелым оружием, другой, по-моему, снайпер, третий, еще что-то. Ну, это в самой игре надо будет разбираться. И оно превращается такое, больше тактики появляется, больше надо планировать свои операции. С другой стороны, у меня боязнь, что авторы не будут делать рандомные карты. Напомню, в оригинальной версии вот куда-то нападали инопланетяне на какое-нибудь место. Мы туда прилетали, и игра генерировала абсолютно случайным образом карту, на которой происходило сражение с инопланетянами. Здесь же, вот, судя по тем двум миссиям, которые нам дают сыграть в демо-версии, они были заранее построены. И построены таким образом, как будто мы вот проходим какой-то уровень в шутере скорее, то есть такой линейный. Если в оригинальной игре вот мы садились в центре карты, и можно было во все стороны идти, на запад, на восток, куда угодно, и можно было найти инопланетян, то здесь вот мы садимся в начале уровня, идем по нему вперед, вы, собственно, это сейчас и наблюдаете. Нигде в сторонах инопланетян нет, мы идем прямо-прямо-прямо и по очереди убиваем встречных инопланетян. Хочу верить, что это только в демо-версии, потому что нас обучают игре. Очень хочу верить, что... То есть тут видно, что это не рандомная карта, что это сделанная дизайнерами, собственно, как и следующая миссия. И если все так карты будут сделаны рандомно, то игра потеряет свою реиграбельность, что ли. Вот как-то, когда хочется много раз переигрывать, ты прошел игру, а хочется с ней все равно вернуться, вот как цивилизация, к примеру, где каждая партия заново идет. Так и здесь каждая будет карта рандомно, по-новому выглядеть. Так вот, на вопрос о случайности, это демо-версия, к сожалению... О, кстати, смотрите, у нас наш один из юнитов русский, таким крупным флагом нафигаченный на форму. Странно, сделали бы вообще всю форму цвета флага. Я не заметил, как его зовут. Такахаши, похоже, это японец, Харумин Такахаши. У нас такая интернациональная команда, уверен, что там есть и американец. О, там, видимо, вот кого мы пытаемся спастись, немец. А, Япония, видите, флаг Японии на спине. Также в демо-версии нам не дадут ни поуправлять базой, ничего. То есть, непонятно, что в плане стратегии, что в плане экономики. И, напомню, если кто не знает, или кто забыл, в оригинальной игре мы развиваем базу, причем даже несколько баз, можно до десяти штук было строить. И там сами устанавливаем, сколько лабораторий, сколько мастерских. То есть, преимущество над опланетянами получается при исследовании их. Чем больше мы будем исследовать, тем более крутое оружие у нас будет, тем больше мы будем о них узнавать. Видите, мы добрались до ментально захваченного инопланетянами нашего сослуживца, немца, видимо. Причем это, вот, да, вот именно так, такие лучи из головы идут. Ну, и русского убили, ну, само собой. Причем немец убил. Вот сволочи. Ага, и вот начинается пошаговый бой. Вот интерес, значит, вот ход инопланетян. Теперь наш ход. Нет, еще инопланетян. Ну, класс, еще одного нашего замочили. Андерсон готов. О, скилл. Там что-то... Ребята, почему инопланетяне постоянно стреляют? Это как-то не пошаговое, что ли, или что? Или это просто, чтобы нам страшно было? Так, как нам выстрелить? Нажать на пробел, чтобы перейти в режим стрельбы. Ага, режим стрельбы. Вон внизу, видите, внизу по центру 1, 2, 3, 4. Это какой вариант стрельбы? Значит, 1 стрелять, 2 смотреть, 3, не знаю что, и 4, это перейти в... А, кинуть гранату, 3. То есть, если у нас есть гранаты, можем кинать гранаты, и 4, перейти в защитный режим. Ну, у нас, вот видите, 84% возможность попасть и 60% критического. Готов. Инопланетянин, спасибо. Передвигать камеру в АСТ. Меня больше интересует не как камеру передвигать, а как крутить камеру. Вот я не могу никак найти. Кинуть гранату нам рекомендует стрелять 40% возможность попасть, а вот еще у нас... Ну... Тут процентный вариант не дается. Просто кинуть. Как я вспоминаю, вот в старой игре XCOM, там тоже шла прокачка юнитов, и самые первые юниты, они очень плохо кидали гранаты. Там было такое, что ты открываешь дверцу вот прибывшего нашего самолета на место... А, вот видите, вращать камеру Q и E. Вот, вращается. А, вращается на 45 градусов. То есть, нельзя дискретно вращаться на 45 градусов. Ну, тоже нормально. Мне так больше нравится даже. Так вот, открывается дверца нашего самолета, вы сразу увидите инопланетян. Например, два инопланетянина стоит. Думаешь, о, классно, сейчас мы в них гранату кинем. И ваш непрокачанный игрок что делает? Бросает гранату под ноги себе, и вся команда ваша дружно, радостно отправляется в рай. Ну... Так, что-то мы уже убили двух инопланетян, потеряв при этом трех бойцов. Ну, я не считаю, что-то я их потерял. Это вот такой сценарий был развития в игре. То есть, собственно, первая миссия нам особенно поиграть и не дали. То есть, только объяснили, что куда стрелять. Вот нам показывают, как мы будем основывать базы. То есть, мы можем сейчас в двух местах основать базу. Если в Северной Америке, то у нас будет оружие на 50% дешевле стоить. А если в Европе, то лаборатории и мастерские. Ну, мне больше Европа нравится. И лаборатории и мастерские больше нравятся. Так, я тут всякие видеоролики проматываю в их... Ну, оно не влияет на геймплей, только зря будет место занимать. Вот нам показывают, как будет наша база выглядеть. Вот таким образом. То есть, в оригинальной игре вид на базу был сверху. А здесь, как видите, вид на базу в разрезе сбоку. Ну, нам особо ничего тут не дадут сделать. То есть, вот покажут нам одного нашего воина, который смог вернуться. Эрнесто Сото. И дадут нам его проапгрейдить. То есть, вот нам сообщают, что только один воин вернулся, и, типа, давайте его проапгрейдим. Так как у нас он хэви-вэпон, то, типа, вот в нем и апгрейдится. Вот видите, пока скваде, это, типа, рекрут или новый... И вот постепенно вам капрал, сержант, я вижу, что дальше будут выборы. То есть, два варианта продвижения. Майор и последний полковник Колонова, если мне не изменяет память с английского перевода. То есть, такая легкая система апгрейда. Мне это тоже нравится, потому что заморачиваться с офигенными там деревом апгрейдов не хотелось бы. Смотрите, как забавное лицо прорисовывает у персонажа. Это мы уже перешли в лабораторию. Ну, видите, нам в демо-версии показывают, что мы можем сделать в бараках, в лаборатории. Так, слегка, чуть-чуть дают порулить действиями на базе. Ну, я что-то выбрал, все равно результат не покажут. Так, я все эти разговоры и ролики проматываю. Это как бы не показывает ничего абсолютно. Вот у нас очередная миссия намечается. В общем, нас отправляют. Тоже промотаю мужика. Вот, интересно, нам показывают, что два варианта... То есть, на два места сейчас напали инопланетяне. Одно место Соединенные Штаты, другое место Гуанчжоу, Китай. И вот везде показывают уровень сложности изи. И что дают за то, что мы эту миссию пройдем? Если США будем спасать, дадут четырех ученых. Если Китай, то 200 баксов. Просто наугад выбрал США. Вот выбор команды, правда, ничего не дают сделать. Ага, видите, написано, чтобы увеличить размер команды, идите в тренировочную школу офицеров. То есть, количество команды можно будет увеличивать. Интересно, насколько. Но, в принципе, от четырех до шести это вполне нормальный размер. Но вот ничего не дают делать, как бы даже нажать не дают. Не знаю, может тут в будущем что-то и будет происходить на этом экране. А пока вот запускаем миссию. Вот как наш самолетик летит на место событий. Кстати, жалко нету в демо-версии, как перехватывают инопланетные тарелки. Вот в оригинальной игре это было одно из самых интересных. А вот так вот выглядит экран загрузки миссии. Тоже довольно забавно сделано. Во всяком случае, много чего интересного написано, что поможет в вашей миссии. Так, я опять промотал все ролики, которые тут были. Вот мы уже на месте. Тут нам придется уже самим что-либо придумывать. Хотя, опять же, вот предлагают какое-то место вот с стрелочкой подсвеченное. Типа, лучше все туда перейти. Вот по зданию пройтись. О, открыть дверь буква V. Раньше в старой игре на это очки действия тратились. Теперь, ну, тем более, что нам дают только два раза передвинуться. Естественно, если бы это тратилось на еще и на открытие двери. Вот нам рекомендуют нашего тяжелого вооруженного чувака на крышу в здание передвинуть. Колесиком мыши меняется уровень, то есть уровень зданий. Выше поднять камеру, ниже. Вот, я сейчас покрутил, выше стало. И вот место, на которое нам рекомендуют передвинуть нашего тяжелого вооруженного Эрнесто Сотто. Как раз продвинутого. А вот и инопланетяне заварковали. Вот, их можно будет накрыть, я смотрю, огнем сверху. Так, ну, обводим. Давай бежим пока сюда. Мало ли кто там еще появится. А этого в здание отправим. Не с той стороны обходить точно. Нет, давайте, чтобы он прикрывал эту чувиху. А почему ху... А, сейчас ли не нашего будут тяжелого вооруженного? Они так общаются между собой, что ли? Такими переплетением нитей головы. Не понял, как в него попал, если он сидел за каким-то железным ящиком. Ну, вот смотрите, ранило нашего Эрнесто Сотто. Ну, теперь у него есть возможность отомстить. Вот у него ракетница, я смотрю, какая-то. Так, переходим в стрелятельный режим. Его тяжелое оружие на тройке. Так, вот три. О, какое покрытие. Ну, все. Фигачим 90%, чтобы двоих накрыть. Вперед. Класс. Хорошо, разлетели. Смотрите, уничтожилось тут. Зачем они стояли? Убирается. Ну, классно убирается. Кожа какая-то. Разрушается все, что есть на карте. Тоже забавно. Так, я их убил, как я понимаю, да? Так, дальше я тут вырезал видео до очередных инопланетян. Вот мы, как я и говорил, по длинному уровню вперед идем. Опять прошли чуть вперед. Вот увидели очередных инопланетян. Ну, видите, тут по поводу каждого инопланетянина обсуждаются, как они выглядят. Причем обсуждают те, кто сидят на базе, а не наши вояки, которые сейчас на карте. Ну, занимаюсь передислокацией юнитов поближе к инопланетянам, которых я заметил. Конечно, надо к этой системе еще привыкнуть, вот с этим двойным ходом. А не по очкам действий. Ну, пока я бы не сказал, что она меня как-то сильно раздражает. Это всего лишь дело привычки. В всяком случае, более динамично, что ли, происходит движение. Так, можно сказать, вот Эрнест то ранен. Его бы как-то подлечить бы чем-нибудь бы. Все, все походили. Я вот не понимаю, почему сейчас... Вот смотрите, я на них вышел, да? Инопланетяне, как только меня заметили, передвинулись ко мне. А сейчас еще имеют... Еще один ход. Имеют. Ну и все, и покеда... Рейнольдс воскилд. Вот одного моего юнита убрали. Не понимаю, почему такое... Может, это какая-то особенность именно этой расы инопланетян. То есть, это мы когда исследуем, тогда будет понятно. Ну, в любом случае, сейчас надо их убирать. О, граната. Тем более, что я знаю, что там рядом второй стоит. Фигак. Ой, все вокруг разрушилось. Это мне очень нравится, как оно все разрушается. Смотрите, вот этот железный бокс какой-то тоже покорежился, открылся. А, вот интересно, видите, Рубин Санчес, видимо, имеет аптечку и показывает, что Сота... Вот видите, вокруг его летают такие розовые крестики, что его можно вылечить. Но мы пока лечить не будем, нам надо вот этих вот чувачков закончить с ними. Так, гранат больше нету. А, смог гранат. Ну, дымовая граната, я думаю, что она их убивать не будет, она дыма напустит. Поэтому я ее не буду кидать, я лучше... Так, из пистика расстреляю. Убийство подтверждено. И еще один вон живой с одним хиллпойнтом остался. Давайте подбежим нашим Эрнесту поближе и закончим это инопланетное вторжение. Или еще будет кто-то. Ну, в общем, еще одна пара инопланетян отошла в мир иной. Правда, собрав с собой одного из наших бойцов, еще немножко вперед промотаю. А вот как происходит лечение Рубина Санчеса. Подводим к нашему раненому Сото и выбираем хиллваунд. Вот, медик кит лечит четыре хиллпойнта. То есть, одно действие тратим на то, чтобы подвести близко к нашему раненому игроку, второе действие на само лечение. Ну и последняя промотка вперед, это мы находим последнюю... последнюю пару инопланетян, которые аньюжили, очень-очень странно похожи на людей. И вот как-то меня удивляет, почему у них тут инопланетяне все парами ходят. Причем парами одинаковых инопланетян. Странно. Ну, я как бы уже просто озвучиваю эту демоверсию, пройдя ее. Знаю, что будет впереди. Мы их убьем и всех победим. Тут интересно будет то, что инопланетяне будут сейчас стрелять в наших воинов. И будут сносить стенки здания. Это, кстати, тоже напомнило оригинальную игру. Кстати, а вообще, чем-то мне это еще очень сильно напоминает инкубейшн, если кто из знатоков помнит. Была такая трехмерная, тоже пошаговая стратегия против инопланетян. Но там не было вот этих строительств баз, прочее. Нас просто по очереди на какие-то карты выставляли. И там очень много тактики было. И вот очень похоже вот это вот на инкубейшн. Потому что там, скорее, даже больше на квест походило. Чем на тактику. О, как разноцветно убился. Ну вот, сейчас, смотрите, сейчас будет в нас стрелять. И опа, снесет стенку. Хотя, а по нашему игроку не попало нифига. Ну, это было последнее действие, собственно. Именно Алиэна. Сейчас наш прославленный Эрнеста Сото закончит жизненный путь безымянного инопланетянина. И его партнера уже того. Хотя всего 39% возможности попасть. Может и не закончим, как думаете. Ну, все, давай, стреляем. Все, готов. Вот, все, мишен комплит. Ну, написано, сколько убило Алиэнов. Одна потеря нашего бойца. Написано, good. Типа, хорошо. Опять это потрясающая анимация возвращения на базу. И вот результат. Убит Рейнольдс. Эрнеста Сота ранен на 5 дней. О, добыты артефакты. Два тела инопланетян. Пять фрагментов их инопланетного оружия. Вы знаете, вот нам еще лабораторию дали. Очень похоже на то, как заканчивались миссии в том самом XCOM. Ну, у меня действительно появилось ощущение, вот как будто это та самая игра, только немножко... Немножко. 19 лет прошло. Офигенно обновленная. Так, никуда вам тут не дают зайти, естественно. Ну, собственно, на этом конец игре. Все, конец демо. Спасибо, что досмотрели. Мы слышали Лешу Халецкого. Подписывайтесь на мой канал. Леша играет. И удачи вам.